Всем доброе утро, всех с праздником, с Днём Защитников Отечества. Ну а мы проснулись здесь всей семьёй, решили сделать снова, снова сюрприз моей маме и снова решили отправиться к ней ненадолго, просто поздравить с праздником, да, провести время вместе. Дёма, поехали? Да! Сейчас поедем. Привет! Защитник! Как настроение? У меня что ли? Да, праздничное? Вообще как как будто Новый год! А на улице снова зима. Детьми, когда дети, каждый праздник как будто Новый год. Когда есть дети, каждый праздник, сегодня праздник. А на улице зима, снова холодно и я наконец дублёнки решила. Холодно? Решила, да. Дублёнку выгулять, а то так у меня она и лежит. С появлением пуховиков, дублёнки найти не хочется. Очень много снега. Снег, идёт снегопад. Как раз мы в выходные завезли санки детские в гараж. Ну и логично, что выпал снег. Сейчас мы едем в детскую поликлинику на плановый бедосмотр. Идём, учим, будет осматривать. Выпишем направление на анализ для того, чтобы узнать, что не хватает в его организме. Какие микро- и макроэлементы отсутствуют. А может быть всё в порядке. Мы это делаем стабильно, два раза в год. Дети проходят обследование, проверяем. Но в последнее время всё хватает. Даже железо всегда в норме. А так, дети на постоянной основе, мы стараемся давать им витамин D, потому что солнца очень мало. Но, если честно, мы очень часто забываем и пренебрегаем этим. А вообще, как бы, положено детям давать витамин D, потому что из 12 месяцев в году, наверное, солнце у нас, по крайней мере, в Чувашской республике, месяца два отсилы. За прошлый год, я вот говорю, наверное, два месяца всего лишь было солнца. Очень не хватает. Но у меня с витамином D проблем нет. Потому что я уже давным-давно посещаю солярий. Вы можете говорить о его вреде, а я вам скажу, что всё в пользу, если подходить ко всему с умом. Я хожу очень редко в солярий. Раз в три недели могу. Вообще раз в четыре недели я хожу для укрепления иммунитета. И вообще замечаю за собой, что как только начинают у меня, появляются признаки ОРЗ или ОРВИ, ну и вообще там першит в горле, нос чешется, да, чихаю. Я начинаю чихать. Я иду на 10 минут погреться в солярий, и всё у меня проходит. Вот. Ну и плюс могу сказать такую вещь. Я, конечно, не врач, у меня нет медицинского образования, но я во время древности также загорала. Я консультировалась с спортивным врачом из Германии, с девушкой, не буду фамилию называть. Вот. Она сама спортивный врач по образованию. Она вообще гинеколога к кушер, то есть роды принимает. Вот. И она сказала, что в Германии у них вообще уголовно всем беременным назначают солярий. Как бы это не было удивительно, да, они укладываются в нашей голове. В Германии действительно назначают беременным солярий один раз в неделю на 10 минут для того, чтобы хватало ребенку витамина D. Так вот, обе беременности я загорала, и я была единственная в палате, что в первый, второй раз, у кого у ребенка не было желтушки. Вот. Может быть, это совпадение, я ничего не могу сказать, но у меня, что во время первых родов не было ребенка желтушки, что со вторым ребенком также не было желтушки. А вот все остальные, вот я сначала лежала в палате, 5 человек было, а потом мы лежали уже в палате с одной девочкой, у нас двое было. Вот. Не знаю, если вот вы врач скажете, с чем это связано, мне кажется, что солнца все-таки должно хватать также. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok на себя. Вроде бы ничего так. Вроде и Карри глаза красивые. Когда у меня родился первый ребенок, и у него глаза через год потемнели с голубых на Карри, я очень сильно помню расстроилась, даже плакала. Дорочка. Идеально, знаете, когда ребенок засыпает в машине, а ты подъехал к дому. Это значит, что сейчас можно будет занести ребенка, уложить в кровать и спокойно сесть, поработать, доделать дела, которые давно уже зависли в воздухе. Обожаю это так. На улице снегопад, просто сказка какая-то новогодняя. Так, сбежала солярий, и я пользуюсь сейчас в данный момент вот таким вот кремом с бронзатором Чоколата Лав. Его я использую на все тело, кроме лица, потому что у него очень сильная отдушка, и она мне не нравится. Аромат мужских духов. Так, и вообще лицо я стала закрывать, лицом я не загораю. Уже, наверное, чуть больше года. Так, и смешивая в пропорции один к одному вот с таким вот лосьоном автозагаром ДАВ. Он сейчас идет обновленный, без сияющих частиц, которые раньше были в составе. Он дает, как называется, экспресс-затемнение кожи, и его можно вообще использовать в соу, даже без использования солярия и без автобронзаторов. То есть, если вы хотите красивый, натуральный загар, вы можете наносить его. Он мне очень нравится. Он не требует никакой перчатки специальной для того, чтобы распределить все по телу. И пятен также не оставляет. Не пачкать белую одежду и не воняет мужскими потными носками. В общем, нравится. Я им уже много лет пользуюсь. Всем советую. Особенно тем, кто не знает, что такое автозагар. Вот с него начинайте. Классный. Он наслаивается, кстати. Вышла солярия. Смотрите, сколько снега. Сугробы просто огромные. Я думала, к нам уже весна пришла. Оказывается, еще зима воюет. Это просто огромные сугробы. Все площадки детские замело. Детки после школы гуляют. Милочка. Вот такой у нас тут дом есть. Он многоподъездный. Там около 20 подъездов. Называется Китайская стенка. Интересно. Я решила поднять себе настроение и зарулить в пекарню. Ненадолго, буквально на 10 минут попить чай и какой-нибудь эклер съесть. Все-таки не могу я без сладкого, потому что он вырабатывает гормон счастья и у меня автоматически поднимается настроение. Пока Давид в садике. Демка спит. Папа дома работает. И я решила, что мне можно немножечко времени себе посетить. Покайфовать. Жаль, у нас возле дома нет никакого хорошего приличного кафе. Ну ладно, хоть пекарня. На том рады. Так, отсюда пойду. Какая красота. Заставила мужа рассказать еще об одних удачных покупках с сайта Алиэкспресса. Ну, для кого-то удачная, для кого-то не очень. Он сейчас вам расскажет быстро-быстро, потому что он действительно спешит. Итак, вот у нас три кошелька, три портмоне. Все они мужские. Вам про них расскажет Женя. Вот эти портмоне заказывали мы на Алиэкспресс. Вот этот портмоне я покупал в торговом центре у нас в Чебоксарах. Покупал я его в Мегамоле. Вот, давайте я вам расскажу вот по порядку. Вот этот мне вот, сперва хочу сказать, этот мне не понравился. Потом, вот это покупали, ну, Люба покупала себе его, он мне тоже не нравится. Фабричный, между прочим, фабрика такая. И вот это я покупал уже себе, вот он мне очень нравится. Давай, по порядку я начну рассказывать, чем он мне нравится. Угу. Вот этот портмоне мы покупали, когда, где-то в 17-м? Я посмотрела в апреле 2017-го года. Да. За 1300 рублей. За 1300 рублей купили. А стоит он на все 2000. Нет, я видел в магазинах, он около трех и выше стоит. Ну, не знаю, но он стоит своих денег, я бы купил вот его, вот этот портмоне и ни разу не пожалел. Ручная работа, коровью кожу. Коровью кожу, да. Здесь кожа идет 100%, прям, в этом я уверен и видно, то, что это кожа. То есть здесь вот внутри все это замша. То есть она никак дополнительно ничего не обработана. Вот он идет, кусок кожи и из этого куска кожи его пошили. Угу. Как, допустим, вот другие там какие-то подкладки. Сверху одна, один материал, снизу другой материал, тут же такого нету. Все, один кусок кожи, его порезали, все, сшили между собой. И все. То есть, почему данный кошелек, данный портмоне мне нравится? Тем, то, что купюры в нем не складываются, вот как в этом, например. Она не цельная. Да. Вот так вот не складывается. Вот, не складывается вот так. Положил целиком купюру, она так и лежит целиком. Угу. Что мне не нравится? Угу. Что мне не нравится вот в этом? Тысячерублевые хорошо заходят, 100-рублевые хорошо, 500-рублевые хорошо, а вот пятитысячные уже туда немного не помещаются. Вот они сюда кое-как залазят сюда, но тут они, мне кажется, мнутся, потому что здесь визитки, всякие визитки, карточки. Мне кажется, они тут мнутся, немного, ну, неудобно, немного маленькие, для пятитысячных купюр, немного маленькие. Может, было бы чуть сделать побольше, вот, например, вот, как вот этот, вот китайский тоже. Чуть, чуть поменьше. На два сантиметра, да? вот сюда вот нормально будут все купюры залазить. Расскажи о минусах портмоне. Минусов у этого портмоне вообще я не нашел, никаких не выявил, минусов нет никаких, одни плюсы. Он красивый, он удобный, он кожаный, он натуральный. Классика плюс, из моды не выйдет. Ну, наверное. Дизайн такой. Да, дизайн такой сделан под старину. Там были, когда я заказывал у китайского продавца, там был их три штуки. Вот такой, потом был серый и какой-то черный. Но серый там вообще такой весь, такой затертый был, он прям вообще такой весь, как этот, как вестерна, каких-то в фильмах вестернах. Винтажный такой, да? Он такой, да, прям вообще весь такой, может, как убитый, но он такой специальный был. Я хотел вот прямо заказать, но Люба мне говорит, не заказывай, типа, за старинный слишком. Да, он слишком такой. Но мне вот тот больше понравился. Ну, потом заказал, решили все-таки заказать такой, более оптимальный вариант. Так, значит, вот за два года, за три года, что здесь у меня случилось? Я поменял только клепку. Так как эта клепка у меня, она просто разболталась и перестала держать. А, Дорого клепку менять, что ли? Сходил в магазин, заклепку отдал, я сейчас не помню, то ли 50 рублей, то ли 100 рублей, мне ее 5 минутчик, заклепали и все. Угу. Так, в течение времени у меня вот еще вот этот ремешок, он немного растянулся, вот этот вот, который держит, заклепывает, потому что я сюда засовывал паспорт, паспорт, еще бывало, я сюда засовывал паспорт и права. Вот, такие вот раскладушки, паспортные, эти чехлы, они чехлы, да, вот засовывал туда, да, поэтому он растянулся. И вот сюда я засовывал визитки, визитки, карточки, засовывал по 2, по 3 штуки. Соответственно, они у меня тоже растянулись и вот, сейчас получается так, что они отсюда вылетают. Когда вот, допустим, вот его закроешь, да, вот, одну днемку подобрал уже. Вот так, допустим, они чик, бывает вылетают, а бывает не вылетают. Вот, то есть все. Вот только единственный косяк, то, что он растянулся, и тут видите, да, вот здесь вот все видно, то, что это все кожа, ничего, никакого, тут окантовки, никакого обравления, ничего нету. Как вот, допустим, вот на этом китайском. Они обучки. Да, ну это вообще китайский. Это, между прочим, фабрика. Да, ну тут сразу, вот этот кошелек сразу видно. За сколько у Любы покупал, я не помню, не могу сказать. За полторы я покупала. За полторы. Ну, этих денег своих он точно не стоит. Ему два года. Тут сразу видно, то, что это, сразу же то, что это не кожа, это натуральный дермантин. Прессованная кожа. Вот здесь вот идет окантовка, прорезиненная такая вот штука. Вот это все, тут кишки все, вот то, что он склеенный, вот этот весь бутерброд, запаянный вот такой вот резиновой штукой, который вот уже тут отходит. Видите, вот на краях, на складках уже отходит. Если бы Люба его носила бы каждый день, то он бы превратился уже, ну я думаю, уже в лохмотье бы превратился. Он точно за полгода, мне кажется. Ну тут Люба сама про него расскажет. То есть я ничего, ну мне не нравится. Это она об этом сама вам расскажет. Покажи, покажи мне. В общем, вот эта фабрика, она так называется, название фабрики, это фабричный Китай. Они занимаются производством ключниц, портмоне и сумок. Если не ошибаюсь, производят только мужские, вот такие аксессуары. Ну, я вообще любитель мужских вещей. Часто себе заказываю мужские портмоне, мне очень нравятся. Помню, я выбирала между черным и коричневым, и решила взять классический черный. Мне этот портмоне очень нравится, он удобный. Здесь есть отделение, видите, для бумажных денег. Очень много карманов под визитницы, ну, фото под визитки, под карточки. Мне нравится материал внутренний, подкладочный у этого портмоне. Он у меня, как в начальном виде, ничего с ним не случилось, нигде ничего не порвалось. Нравится, что вот он такой двойной. Сейчас покажу. Опа. Очень хорошие клепки. Фурнитура вообще очень хорошая. И очень-очень много визиток. Очень много. Это вообще, я считаю, такой европейский портмоне, потому что в Европе, не как у нас в России, там практически наличка вообще уже не используется, и все оплачивается через карты. Вот. Поэтому для тех, у кого очень много карточек, визиток различных, скидочных карт, этот вариант для вас. И для тех людей, кто носит вещи аккуратно, я ношу аккуратно, поэтому ничего такого с ним плохого не случилось. Мне он очень нравится, он выглядит солидно. Но, видите, у всех вкусы разные. Мне он нравится, но муж такой бы себе не взял. Я смотрела в магазинах, такие стоят от двух с половиной. Именно эта же ферма. Видела я в ЦУМе, в Центральном универмаге, он у нас, в центре города. Да, в Чебоксарах. Так называется, Центральный универмаг, так называется ЦУМ. В Чебоксарах на... Как остановиться? Просто у людей дом торговли. Ну да, дом торговли, остановка. И вот там такой же, прям один в один, стоил две с половиной. И здесь вот такая вот. Мне нравится. В общем, мне нравится вообще полностью исполнение. Вся фурнитура, молнии клетки, ничего не меняла. Мне кажется, он выглядит достойно. Я от него получаю просто какое-то максимальное эстетическое удовольствие. Вот такой классный. Мне еще нравится, что здесь есть отделение под симки. Зачем тебе это нужно? нужны же. Ну, может быть, смотри, тут можно флешки сюда всовывать, microSD, флешки. Ну, я думаю, то, что это только отличный повод для потери. Ну, это ты думаешь. Мне нравится, очень. Ну, вот этот портмоне я покупал в каком-то в шестнадцатом, может, в пятнадцатом году покупал. Когда-то я такой кошелек видел в Москве. Когда-то мне захотелось его купить, но он стоил там тысяч пять, сколько-то, но дорого стоил. Потом я в Чебоксарах такой тоже увидел, купил. Справа у меня нравился, потом он мне разонравился. То есть, я думаю, то, что вот этот кошелек, он идет вообще непрактичный. А, покажи мне, пожалуйста, поближе. Это кожа ската. Кожа ската, да. А он сколько стоил, тебе не помнишь? стоил где-то тысяч пять, наверное, точно. А ты покупал его сколько? Три года назад? Какой три года? Это три года назад, а это я раньше покупал. Раньше? Пять назад, может, шесть лет назад. Пять-шесть лет, да. Ну, смотрите, там вот это, видите, вот у кожи ската вот этот ромбик белый, он уже весь потерся, он уже позеленел, весь пожелтел. До этого он был белый. То есть, вот этот вот он обтерся, и весь вид свой, как говорится, товарный потерял, и то есть, он уже не выглядит так, как раньше. Но здесь кожа, внутри все, да? Да, там внутри все кожа. И вот еще, кстати, вот здесь, знаете, дай-ка покажу. Вроде дорогой кошелек, да, вроде хороший, но тут опять, вот как у китайских кошельков, тут видите, вот отошло. Ну, тут же могли они окантовку сделать какую-то другую, не вот так, ну, могли же не прорезинить, как вот у дешевых кошельков, у дешевых порванных. Взяли они две кожи и тут запаяли какой-то резиной, но это, но это никак не на 5 тысяч этот кошелек, ну, как-то, ну, я не знаю, вот тут же они сделали, вот здесь окантовку они сделали, вот кожу подшили, вот, покажи здесь, да, тоже здесь вот кожа, это все окантовка вся кожная. Могли же они этот крючок тоже так же сделать, почему-то не сделали. Фокусировку с ней. Здесь, да, здесь действительно все кожа. Да, все кожа, сделали окантовку достойно красиво, но вот этот хлястик, да, могли бы тоже так же сделать красиво, но нет, почему-то не сделали, почему. Потом со временем клепка у него расхлябалась, клепка сейчас уже она не держит, да, поменять эту клепку уже невозможно, если менять, вот видите, она уже клепка не держит, она чик, вон, и все, ну, не держит. Поменять невозможно эту клепку, вообще никак, потому что, если нужно будет менять, то надо будет его полностью весь разбирать. Так, ну тут он кожный, да, здесь тоже много отсеков, много карманов всяких, тут один вот карман для больших денег, он с замком, замком, для мелочи, ну тут сейчас у меня лежат всякие карточки для мелочи, для мелочи, ну и тут всякие там фотографии такая всякую, тут еще, ну такая, страховые всякие, да, всякая, да, такая вот, документы, да, документ, ну вот я думаю, что мне нужно было взять все-таки, там было и два вида с такой кожей, то есть вот не такой вот, а вот такого характера, но почему я взял такой, у такого не было клепки, по-моему, он такой просто чик-чик, самовольно открывался, закрывался, надо было такое же взять, вот только в такой коже, то есть вот этот тоже, ну дорогой, а вот они, конечно, сэкономили вот на таких мелочах, некрасиво, ну короче, вот он сейчас у меня лежит, просто собирает пыль, собирает всякую мелочь, всяк такую уж ненужные вещи собирает, вот этот кошелек, конечно, жалко то, что у него такие вот, да, такие вот мелкие, вот дефекты какие-то, да, они могли бы вот этот часть, элемент, да, который чаще всего эксплуатируется, они могли бы посерьезнее бы сделать, потому что постоянно кошелек, потому что видно тоже кошелек, вот недешевый, вроде так, как он все сделан, вот тут так, на коровью кожу не похоже, похоже на, да, на свинячью кожу похоже больше, а это действительно, мне кажется, кожа скат, потому что я видела в ЦУМе, на Дом торговли, продавались обложки паспортные, вот там один в один был такой же материал, даже вставки вот эти были такие же, а так, да, не похоже продумывается, даже здесь замочек, да, ну да, или он обманка, он рабочий, мне там что-то, он туда засовывает всякие, флешки тоже, да, маленькие, вот такой вот, я не помню, как эта фабрика называется, не могу даже прочитать, что написано, вот такой вот, ты мне откроешь, Патманная? Ну, куда, вот от тебя, вот такой, оля, 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 я почему, вот, с моей стороны могу советовать, такой кошелек, он такой, Патманная девушкам, потому что мы такие девушки, вот, создание, что мне, например, очень быстро надоедают кошельки, сумки, мне хочется обновить, купить что-то новое, поэтому за полторы тысячи не жалко, на два-три года вам его хватит, ну, на год точно вам хватит, а потом нужно новый кошелек покупать, моя мама, например, покупает только красные себе кошельки, а я люблю и черные, и коричневые, поэтому девушкам, почему бы и нет, а мужчинам, конечно, такие подарки я бы не делала, потому что, действительно, это, не настоящая кожа, это, наверное, прессованная кожа, дерматин, но у самого производителя заявлено, что это стопроцентная кожа, но это не цельная кожа, это видно даже через видео, но сама ткань, конечно, классная, ткань подкладочная, и фурнитура тоже мне очень нравится, дизайн, а такой кошелек, он, конечно, чисто мужской, и я бы девушку такую себе не купила, но у него действительно высокая износостойкость, и здесь видно, что это цельная, цельная ткань, цельный материал, и видится ручная работа, все вручную прошито, это не вручную, конечно, прошито, эта машинка не срочила, да, а написано, ручная работа, с руками там все складываешь друг к другу уже, я все ссылки прикреплю, я специально посмотрела, действует ссылка на этот кошелек или нет, действует, ссылка действующий, магазин рабочий, это тоже магазин рабочий, поэтому все под этим видео, в описании я оставлю, вот, а если вы поделитесь с любимыми своими фирмами портмоне, я буду очень рада, потому что я хочу в этом году себя обновить, весной портмоне, хочу красного или такого вот тоже шоколадного цвета, и мне нравятся мужские модели, я не люблю женские кошельки, они какие-то маленькие, не очень красивые, потому что все под этот кошелек, а то купить, Женя принес сумку, он вроде бы в империи сумок, он под этот кошелек себе даже купил сумку, вот такую сумку в империи сумок, на этом все, мой обзор сегодня, портмонез Алиэкспресс закончен, и я хотела бы еще вам показать такие вот коробки, в них у нас собраны кресла, кресло-качалки, мы заказали их на одном онлайн-магазине, да, онлайн-магазине, вечером будем собирать, я все-все запишу, все покажу, как все происходит, если вам интересны, да, вот еще коробки, в общем, они супер-классные, я надеюсь, что они оправдают все наши ожидания, в следующем видео я все-все подробно расскажу, вам покажу, потому что цены приятные, а качество... Пока не знаем, пока не знаем, конечно, но просто мы такие же кресла с Женей заказывали, на последнем этаже в МТВ, в МТВ-центре, а не, на предпоследнем этаже в МТВ-центре, и в начале декабря, ну, нас продавец подвел, хозяйка этого мебельного магазина, и доставка была очень долгая, нам до сих пор не отправили мебель, и мы нашли такую же мебель, как в МТВ, только в онлайн-магазине. На 6 тысяч дешевле. На 6 тысяч даже дешевле. В общем, все расскажу в следующем видео, поэтому всем пока-пока, спасибо за просмотр!